Всем привет, меня зовут Илья, это видео на сайте баблер.ми, в котором мы посмотрим на обновленных третьих героев меча и магии на андроид, но это в моем случае, игру также можно установить и на айпеды. Ubisoft не стала мудрить и решила просто переиздать игру с обновленными текстурками и неизменным геймплеем, то есть если вы хоть раз в своей жизни играли в героев, а думаю большинство играло, то вам-то и обзор смотреть наверное не надо, потому что все абсолютно так же как и было. Разработчики даже не стали перерисовывать интерфейс, чтобы сохранить все в первозданном виде. Именно поэтому игра доступна исключительно на планшетах, на маленьких экранах играть было бы уже неудобно. Переиздание рассчитано по большей части на тех, кто хочет поностальгировать и вспомнить игру детства, ну или юношества. Я к сожалению поиграл уже в третьих героев около года назад, поэтому честно говоря должного впечатления переиздания на меня не произвело. По сути Ubisoft обновили текстуры и просит за это теперь 600 рублей. Скорее всего такая немалая цена обусловлена отчасти курсом долларов, все таки 600 рублей сейчас это меньше 10 баксов, но факт остается фактом, игра дорогая, особенно учитывая, что ничего нового в ней нет. Но надо посмотреть правде в глаза, хороших стратегий на Android и iOS мало, а без доната еще меньше. В Google Play и App Store полно всяких Clash of Clans, это еще хороший пример, Clash of Kings, еще куча всяких Clash, Tribal Wars, в общем тысячи их. А тут 100% хороший проверенным временем геймплей и полное отсутствие внутриигровых покупок и всяких заданий, типа репостить страницу игры в Facebook и получить 10 дополнительных Архангелов. Но даже на планшете по крайней мере 7 дюймовым играть неудобно, весь интерфейс мелкий и если есть возможность лучше использовать 9-10 дюймовые устройства. Хотя кто-то умудрялся ставить игру даже на смартфон и играть таким образом. Диалоговые окна в игре иногда появляются без текста, то есть можно подойти к какому-нибудь объекту, класснуть по галочке и напасть тем самым на нехилую армию, но с обновлениями должны поправить. Еще мне ни разу не получалось атаковать алибарщиками, если тапнуть по врагу два раза, то ход пропускается, честно говоря не знаю в чем дело. А так все работает хорошо, только к управлению нужно немного привыкнуть. Так что те кто готов отдать 600 рублей чтобы поностальгировать, то бегом в Google Play или App Store, ссылка будет в описании. А те кто не готов или приобрел уже игру на ПК, что в принципе можно было успеть сделать за 16 лет и не хочет платить еще раз, то АПК и кэш уже есть на Роутрекере, ссылка тоже в описании. Это было видео на сайте Bubbler.me, подписывайтесь на канал и заходите на сайт. Пока!